78 лет прошло уже с того незабываемого дня, когда солдаты и офицеры Красной Армии стремительным штурмом преодолели водную преграду реку Протоку и смогли освободить станицу Славянскую от гитлеровских захватчиков. По установившейся традиции славянцы в этот день чтут память всех воинов-освободителей. Подробности в первом репортаже. Закрепившиеся на речном берегу гитлеровцы совсем не случайно отчаянно сопротивлялись наступающим советским войскам. Станица Славянская, как и вся Кубань, это для них большая ценность. Захватчики использовали выгодное положение и природные богатства Южного края для реализации своих недобрых целей. Но все их надежды на успешную оборону на этих рубежах были напрасными. Сила и мужество наших войск не знали преград. Победа была за нами. И поэтому каждый год 23 марта, в день освобождения, славянцы всех возрастов приходят на место, где проходило форсирование реки с тем, чтобы почтить память героев. Никогда не будет забыт подвиг легендарного поколения ветеранов, участников боевых действий. Победители дали нам пример лучших человеческих качеств, патриотизма, сплоченности, трудолюбия. Практически в каждой семье есть бережно хранимая история о герое, который внес свой вклад в победу над врагом. Каждый год мы видим их имена в длинных рядах идущего бессмертного полка. Стараемся делать все возможное, чтобы сохранить и приумножить эту память о мужестве и самоотверженности каждого, кто стражался за Родину. С благодарностью и уважением относимся к ныне живущим ветеранам. Каждый живой свидетель тех страшных военных лет – наше особое достояние. Самые искренние слова прозвучали в этот день в адрес солдат Победы и их потомков. Были и слова от имени юнормейцев. В рамках торжественного мероприятия участники славянского отделения Всероссийского движения «Юнормия» отправились к памятнику воинам-освободителям, вечное слава павшим за Родину, расположенному на старом кладбище для возложения цветов. После минуты молчания в честь памяти павших героев состоялось возложение венков и живых цветов к памятному знаку воинам-освободителям на месте форсирования реки. Мы пришли почтить память погибших героев. Их подвиг мы будем помнить вечно. Всегда будем помнить защитников и освободителей нашего города. Мы стоим на земле, где много погибло наших солдат. И мы всегда будем чтить их память и будем продолжать их дело – защиту Родины. Практически в каждой семье есть своя бережно хранимая история о фронтовике, который внес вклад в победу над врагом. Еще я хочу добавить о том, что мой дедушка, Черный Тимофей Антонович, когда стоял в госпитале в старой первой школе, он здесь был ездовым на лошадях. И у него была такая обязанность возить умерших бойцов в госпитале на старое кладбище. У нас много воевало. И дедушка мой, и папин брат, который без вести пропал. Вообще мы о нем ничего не знаем. И вы всех помните? Всех помним, да. Сделали памятные таблички «Бессмертный полк». Все у нас есть. Мы помним, записали исторические сведения, передаем все это детям своим. В заключение мероприятия под звуки оружейного залпа на воду реки Протоки был спущен траурный венок в память о героях. Венок, покачиваясь на темной весенней воде, под звуки печальной музыки поплыл по течению. И это была скромная дань памяти славянцев тем, кто в далеком 1943-м, не жалея своей жизни, освобождал станицу от врагов. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...